Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Всё пролётное строение, оно стеклица, оно стеклённое, алюминиевое стекление, стёкла триплекс. На каком этапе строительства пешеходного моста через железную дорогу смотрите в выпуске. Надо информировать детей, взрослых, как бы, о правилах, чтобы диджейник, как себя вести. В Люберцах прошла акция по профилактике травматизма на железнодорожных путях. Мы постараемся победить и не подвести свыше. Для отдыхающих летних лагерей провели интеллектуальный марафон. Просто хорошее настроение, детишкам поиграть в футбол, не более того. Возможно, они нас, может быть, в интернете где-то видели. Легенды российского футбола сыграли с командой жителей округа. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчётный период. Все подробности у нашего корреспондента. Из-за длинных выходных Люберецкая полиция несла службу в усиленном режиме. Сотрудники МВД охраняли общественный порядок в местах массового скопления людей. За минувшую неделю в межмуниципальное управление поступило более 2,5 тысяч обращений граждан. 26 уголовного дела возбуждено. 20 из них раскрыто по горячим следам. Также было 189 ДТП с тремя пострадавшими. Личный состав также продолжает с управлением образования заниматься едиными экзаменами и другими массовыми мероприятиями, которые проходят в Люберецком округе. На минувшей неделе на территории городского округа Люберца произошло два пожара. Один в нежилом помещении, второй в подъезде многоквартирного дома. В результате инцидентов никто не пострадал. 2 июня в 9 часов 53 минут город Люберца, улица Шоссейная, дом 6. В одном из подъездов многоквартирного 9-этажного жилого дома обгорели детские коляски на площади 3 квадратных метров, закоптили стены и потолок с 1 по 9 этаж. Пострадавших нет. Отчеты о проделанной работе предоставили руководители управления администрации Люберец. Участники совещания ознакомились с деятельностью блоков ЖКХ благоустройства дорожного хозяйства, а также охраны окружающей среды. В акватории Кореневского карьера запустили специальный буй для анализа качества воды. В данный момент буй работает в тестовом режиме и позволяет контролировать 7 гидрохимических параметров. После того, как специалисты-разработчики удостоверятся, что все системы работают штатно, в управление по охране окружающей среды будут переданы пароли от облачного хранилища отечественного сервиса, где можно будет отслеживать состояние воды Кореневского карьера. В конце встречи рассказали о спортивных достижениях люберчан. За прошедшую неделю жители городского округа приняли участие в 10 значимых мероприятиях. На турнирах и соревнованиях люберецкие спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал почета. Продолжается капитальный ремонт учреждений, которые вошли в государственную программу образования Подмосковья. В этом году масштабная реставрация проходит в 46-й гимназии и в дошкольном отделении 52-й школы. Как продвигается работа в детском саду, узнала наша съемочная группа. От старого остались только стены. В здании демонтировали все. Разбирать пришлось даже кровлю. Старые материалы не отвечали современным требованиям. Из-за них на верхних этажах детского сада было холодно. Сейчас рабочие укладывают новый эффективный утеплитель. Из общего объема по 50% выполнены кровли. Новый ковер, техниколь, премиум класса. Соответственно, мы видим с правой стороны от меня два слой гидрозационного ковра. Там уже, в принципе, выполнены. Активно идут работы и над фасадом. Его тоже предстоит утеплять с помощью специальных материалов. Затем начнется облицовка здания декоративной штукатуркой. Внутри помещений завершаются отделочные работы. Самое главное, что закуплено все оборудование технологично. Это вентиляции, это инженерные системы, отопительные приборы. Идет полная реконструкция бассейна. Бассейн был закрыт в этом детском саду. После открытия к первому сентября бассейн заработает уже в полном объеме. И, конечно, это будет здорово для наших деток, для оздоровления. Ремонт идет с опережением графика. На сегодняшний день половина работ выполнена. Уже в середине августа строители покинут это здание. А сотрудники дошкольного отделения начнут готовиться ко встрече с воспитанниками. В Люберцах продолжается строительство пешеходного моста через железную дорогу. Сооружение, которое соединит две части города, обеспечит безопасное и комфортное передвижение жителей, в том числе и маломобильных людей. На каком этапе сейчас работы и когда откроют переход, узнал наш корреспондент. За несколько месяцев на месте, где раньше был несанкционированный переход, выросло вот это огромное сооружение. Пролетное строение уже полностью смонтировано. Впереди самый сложный этап – остекление моста. Все пролетное строение, оно стеклится, оно стекленное, алюминиевое остекление, стекла триплекс. И вот это в ближайшее время самый трудоемкий процесс. Так как поезда останавливать мы не можем, поэтому будем вести монтаж остекления прямо во время движения поездов. Место для возведения пешеходного перехода выбрано не случайно. Печально известный перегон от платформы Ухтомская до станции Люберца-1 в числе самых травмоопасных участков Казанского направления. В этом месте всегда был несанкционированный переход. Были случаи с гибелью наших жителей. И средства выделил Андрей Юрьевич Воробьев. Наш губернатор поддержал эту инициативу. В июле месяце, ближе к августу, уже откроется этот современный надземный переход, который позволит уже жителям беспрепятственно преодолевать железнодорожные пути. Пользоваться переходом смогут все. Для маломобильных граждан оборудуют специальные лифты. Такой же мост в дальнейшем планируют построить в Малаховке между улицей 1-1 Майска и Новым проспектом. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе провели очередную акцию по профилактике травматизма на железной дороге. Пассажирам с детьми раздавали воздушные шарики, предупреждающие о соблюдении правил безопасности. Подробнее расскажем в сюжете. Сотрудники линейного отдела полиции, РЖД и управления транспорта Люберецкой администрацией организовали акцию на железнодорожной станции Люберца-1. Именно здесь наиболее оживленный трафик. У нас ежедневно проводятся мероприятия по профилактике травматизма. В основном это рейды по недопущению прохода граждан в несанкционированных местах. Мы сегодня решили раздать шарики. Нарушители все равно попадаются. К сожалению, люди не понимают до конца всей опасности. Могу только сказать, конечно, благодаря нашим мероприятиям, у нас значительно снизилось количество смертей в городском округе. Участники акции напомнили пассажирам правила пользования железнодорожным транспортом и рассказали о безопасном переходе через железную дорогу. Прикольная акция. Я никогда не нарушаю, своим ровесникам тоже не советую. Надо информировать детей, взрослых, о правилах дорожного движения, как себя вести. Хотим донести эту информацию, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Буквально на прошлой неделе на железнодорожном мосту на 20-м километре в сторону Томска произошел несчастный случай с мальчиком. 13 лет. Зашли в зону движения поездов, игрались. И, не соблюдая правила поведения и безопасность на железных путях, было поражение электрическим током. 13 лет спасти не удалось. С начала года на территории округа – это второй случай гибели. Благодаря профилактической работе в Люберцах количество погибших на железной дороге удалось снизить в пять раз. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Погулять на свежем воздухе и проверить свое здоровье. В городском округе Люберцы это возможно благодаря работе выездной диспансеризации. Каждую субботу врачи ждут жителей округа в Центральном парке в специальном мобильном комплексе. Подробности далее. Этот автобус ничем не отличается от кабинета врача в поликлинике. Здесь можно пройти первичное обследование, сдать анализы крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, сделать ЭКГ. Одним словом, оценить состояние здоровья и в случае неполадок получить направление на углубленную диспансеризацию. Здесь у нас можно провести осмотр первичной терапевта. Первично все мы сделаем здесь. И происходит это в связи с тем, чтобы для выявления у пациентов, вернее у населения, выявление заболеваний. Мы сегодня здесь вместе с мужем. Достаточно комфортно, особенно повезло с погодой. Хорошо, что в субботу, потому что мы работаем на буднях. А сегодня мы освободили субботу от всех остальных дел и пришли сюда проверить здоровье. Уважаем такую акцию, уважаем и поддерживаем. Мобильный центр здоровья работает в Центральном парке каждую субботу с 10 до 14.00. При себе пациентам необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В России отметили День социального работника. Это профессиональный праздник людей, которые первыми протягивают руку помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В городском округе Люберцы виновников торжества отчествовали в картинной галерее. На торжественном собрании побывали и мы. Социальный работник – это и друг, и помощник, и психолог. Они помогают инвалидам, одиноким пенсионерам, детям-сиротам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Именно поэтому в этой нелегкой профессии нет случайных людей. Наверное, так судьба распорядилась, чтобы я попала в эту сферу работать. Сначала как-то стала работать, сначала было тяжеловато, а потом уже по накатанной пошло, а теперь уже нравится, без работы жить не могу. Надо быть добрым, душевным, добрым, отзывчивым. Всегда слышать людей в ту минуту, когда им требуется помощь. В городском округе Люберца в социальной сфере работают более 450 специалистов. В их помощи нуждаются свыше 110 тысяч жителей. В профессиональный праздник в честь людей, наделенных особой миссией, звучали песни, поздравления и слова благодарности. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо за ваш труд. Спасибо за то, что у каждого из вас такое большое сердце. Но и за нашу большую семью городского округа мы благодарны вам за то, что вы сохраняете, работаете над тем, чтобы людям стало легче, удобнее, комфортнее и чтобы они не чувствовали ни в коем случае себя одинокими. Всем вам терпение, потому что ваша работа сопряжена с терпением, с добротой, с чуткостью, которую вы управляете к людям. Поэтому низкий вам поклон за это. Виновникам торжества вручили благодарственные письма губернатора Московской области. Социальных работников отметили также почетными грамотами и знаками отличия главы городского округа Люберца и Московской областной думы. Луиза Игия, Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Празднование Дня России в городском округе Люберца началось с автопробега. Колонна машин, украшенных государственной символикой, проехала по центральной части города. Перед стартом с участниками акции пообщались мои коллеги. С Днём России! С самого утра настроение праздничное и бодрая. Парковка Дворца Спорта Триумф запестрела цветами российского триколора. Участники автопробега спешно украшают своих железных коней. Роман Коротков наносит последний штрих – логотип 400-летия Люберец. С удовольствием участвую во многих молодежных проектах в жизни нашего города. Поэтому с удовольствием принял сегодняшний вызов. Сегодняшний заезд будет смонтирован под мою песню «Сия любимая Россия». Идея проведения патриотической акции принадлежит Люберецким студентам и волонтерам. Молодежную инициативу поддержали жители городского округа и представители сообщества «За рулем». Патриотизм – это не что-то архаичное, что-то из прошлого, а это то, что живет в каждом, в нас, в наших будущих поколениях. Мы сегодня проедем по Смирновской улице, Юбилейной улице, далее мы на Шоссейную заедем, по Кирово, Третье почтовое отделение, военный городок, и по Кирово вернемся сюда, к зданию администрации. По маршруту автопробега последовали 15 автомобилей. Ровно в 9.00 участники акции завели моторы и тем самым дали старт празднования Дня России в городском округе Люберцы. Каждый год 12 июня жители страны отмечают один из самых молодых государственных праздников – День России. Во всех городах проходят патриотические мероприятия, флэш-мобы и концерты. Городской округ Люберцы не стал исключением. Центральный парк городского округа Люберцы – сегодня большая развлекательная площадка. Музыка доносится отовсюду. Концертная программа началась в полдень на малой сцене. Для гостей праздника прозвучали русские народные песни. Гостей ждали мастер-классы по лоскутному шитью, изготовлению праздничных открыток, росписи имбирных пряников с сахарной глазурью. На свежем воздухе провели занятия адаптивной физической культурой для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные навыки продемонстрировали воспитанники клуба восточных единоборств. Праздничный концерт подготовили танцевальные и вокальные коллективы округа. Всем нам мира, мира во всем мире. Пусть мы будем счастливы и здоровы. Пожелаем процветания нашей страны, а всем нам здоровья, благополучия, успехов, удачи и всего самого лучшего, чтобы мы могли нашей стране привести максимальную пользу. День нашей великой истории. История, которая вписана золотыми буквами, золотыми нитями в книгу, которую создавали наши предки. Писали ее, писали своими подвигами, писали своим героическим трудом. Желаю только здоровья, только благополучия, мирного неба над головой, конечно же победы, нашей победы. Владимир Волков поблагодарил люберецких волонтеров, которые помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и вручил паспорта восьмерым юным жителям округа. Я очень рада, я поздравляю всех с Днем России, желаю счастья и, конечно же, уверенности в себе. На главной площадке раздавали воздушные шарики, поэтому частичку праздника мог унести домой каждый. «Россия, мы тебя любим!» Богдан Колесников, Луиза Игия-Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ежегодный семейный фестиваль «Город детства» прошел в городском округе Люберцы. Это уже седьмой по счету праздник, организованный сообществом «Мама офлайн», который дарит положительные эмоции, сюрпризы и подарки всем участникам и гостям. В этом году в программе мероприятия много нового. Наш корреспондент расскажет все подробнее. Местом проведения седьмого открытого фестиваля «Город детства» стал Центральный парк Люберец. Гостей праздника встречают на главной сцене юные артисты округа. Вдоль аллеи проходят мастер-классы для всех желающих. В этом году тематика посвящена профессиям. Каждый может почувствовать себя турагентом, мастером по маникюру и даже судьей. У нас юридическая станция, я сама юрист со стажем 20 лет. Я очень люблю, у меня тоже есть двое детей, и мы часто рассуждаем, когда читаем сказки, о правах, об обязанностях героев, о том, какие ситуации возникают. И поэтому мы на нашей станции решили с детьми тоже играть. Задаем им вопросы, чьи права были нарушены, у кого какие обязанности. Потому что детям нужно об этом знать, и через сказку они это лучше понимают. Всего на территории парка работало 15 таких станций. Мастер-классы проводили представительницы сообщества «Нежный бизнес». А на сцене тем временем встречают участников карнавального шествия. Здесь можно встретить известных сказочных героев и легендарных поп-звезд. Мы немножко отошли от нашего традиционного парада колясок. Мы сделали чуть шире наш возраст участников. И у нас сегодня большое карнавальное шествие. Сегодня члены жюри выберут самый лучший костюм. Соответственно, там будет три критерия оценок. Мы сведем общую таблицу и найдем победителя, который сегодня получит подарок. С подарками ушли не только победители и призеры конкурса, но абсолютно все, кто пришел на фестиваль в необычном костюме или наряде. Каждому участнику карнавального шествия вручили дипломы, а также памятные и сладкие сувениры. После награждения состоялся традиционный заезд на самокатах. Более трех тысяч детей отдыхают в летних лагерях, которые открылись 1 июня на базе общеобразовательных учреждений. Они принимают участие в развлекательных, творческих, образовательных мероприятиях, в том числе общегородских. Луизия Гезарян увидела, как школьники городского округа проводят это лето. И мы воздухом дышим, и ты зажигаешь звезды. Сегодня в программе школьных лагерей выездное мероприятие. Более ста детей из начальных классов собрались в Центральном парке, чтобы поучаствовать в краеведческом квесте. Интеллектуальный марафон посвящен знаменательному событию – 400-летию города Люберцы. А вы знаете, ребята, что Люберцы состоит из множества поселков, деревень? Знаете об этом? Да! Замечательно! Я думаю, что вы подготовились очень основательно ко всем тем испытаниям, квестам, ко всему марафону. Я вам желаю, чтобы со всеми заданиями вы справились на отлично, и чтобы обязательно получили новые знания, новые впечатления от сегодняшнего дня. Марафон, посвященный теме краеведения, проходит в городском округе уже во второй раз. Организаторы планируют сделать его ежегодным. Это интересно, это увлекательно, но и дает возможность детям узнать о своем крае больше, интереснее, и это действительно здорово. Здесь дети поборются и в умственном, как говорится, труде, и в спортивных соревнованиях, потому что для каждого приготовлена интересная локация, каждая локация уникальная. Всего участникам квеста предстояло пройти 11 станций. Каждой команде выдали маршрутный лист. За выполнение заданий они зарабатывали баллы. Мы постараемся победить и не подвести свою шкуму. Дети должны к нам уже прийти в самом конце и собрать пазл из всех пазликов, которые они на пути в наших всех станциях получали. И также они должны узнать памятник, который они собрали. Они должны рассказать, где находится у нас памятник, почему это так важно для нас. Для участников интеллектуального марафона выступила хоровая студия Дворца детского и юношеского творчества. Гостей праздника поприветствовали и воспитанники хореографической школы. Луиса Игя, Сырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионе инженерно-технологического лицея снова встретились звезды отечественного футбола с командой жителей Люберец. Это второй матч летней серии игр губернаторского проекта «Выходи во двор». Тему продолжит Богдан Колесников. Второй тайм. Перед началом гала-матча знаменитые российские футболисты поделились опытом с подрастающим поколением. Спортсмены вышли на поле с воспитанниками футбольных секций округа. Я жду хорошего футбола, что легенды будут играть с детьми, ну и что все хорошо проведут время. Моя мечта сыграть с Филимоновым и с Тихоновым. Футболисты осуществили мечту не только Никита Антошко, но и всех, кто принял участие в спортивном празднике. Мальчишки такие настроенные прямо на победу. Безкомпромиссная игра вперед-назад очень интересна. У них все впереди. Особенно понравился вратарь. Вот в последней игре это Досаев. Досаев. Хороший матч. Очень хорошо. Запомните его. Мне очень понравилось играть с легендами. Я вот играла сегодня с Филимоновым, с Титовым, Тихоновым. В команде именно с Оленичем. Они очень хорошо играют. Я также хочу в будущем играть. Многие начинающие футболисты мечтают добиться в спорте таких же высот, как и их кумиры. Но для этого нужно много тренироваться. У каждого из них есть шанс. Самое главное заниматься и прикладывать максимум усилий, формировать характер спортивный. Поэтому, конечно же, все удачи, все впереди. Самое главное, опять же, их мотивировать, зарядить энергией. Настроение отлично. Самое главное создать настроение детям, которые пришли на этот мастер-класс, которые полны энергии, радости, счастья. И самое главное, чтобы они занимались футболом. Перед началом гала-матча спортсменов и болельщиков поприветствовали почетные гости. Здорово, когда можно выйти именно во двор, спуститься на свой стадион. А этот стадион работает по также программе губернатора «Открытый стадион». Здесь наши земляки тренируются в любое удобное время, вечером, выходной. Двери этого стадиона открыты. Открыты, чтобы можно было заниматься спортом. Губернатор придумал этот проект для того, чтобы соединить наших детишек и легенд. Легенд спорта, легенд футбола. Зимой это легенды хоккея. И мы видим сегодня. Спасибо вам всем, что праздник получается, праздник развивается. И, естественно, мы будем продолжать. Губернатор Московской области уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни и доступности каждому жителю региона заниматься любимым видом спорта. У подростков один из самых популярных – футбол. Легенда «Спартака» Андрей Тихонов – азарт детей понимает. Хотя и думает, что ребята не интересуются историей отечественного футбола. Просто хорошее настроение. Детишкам поиграть в футбол, не более того. Возможно, они нас, может быть, в интернете где-то видели. Я снимался в передаче с блогерами, в футбольной есть передача. Они там видят, говорят, а вы снимались в той передаче? Я говорю, да. Они оттуда знают. Это только родители могут нас знать. Оказалось, что юные люберецкие спортсмены знают не только нынешних футболистов, но и тех, кто защищал честь страны задолго до их рождения. И выйти на одно поле с каждым из них – большая честь. Заметно, что некоторые ребята очень-очень талантливые. И, как я очень часто говорю, хотелось бы, чтобы кто-то из люберец в будущем пополнил бы ряды наших лучших российских футболов. И каждому будет профессиональный футболист, но тем не менее, если у него будет огромное-огромное трудолюбие и преданность к футболу, то футбол этого мальчишка отдал. За звание лучших в матче с легендами футбола сразились жители округа. Первый гол люберецкой команде принес Константин Баранов. Я никак не обыгрывал, мне хорошую передачу сделали. Вот и все. Ребята играют с большим запасом, дают нам поиграть, поэтому все хорошо. Праздник удался, и мы получаем наслаждение и на поле, ну и вне него, я думаю. Но против таких профессионалов играть – одно большое удовольствие. Люберецкая команда боролась за каждый мяч, но легенды есть легенды. Игра завершилась со счетом 7-5. Футбольный матч собрал более полутора тысяч зрителей и стал второй по счету игрой летней серии игр проекта «Выходи во двор». Следующий матч «Легенд» проведут в Кашире. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Чемпионат Московской области по самбо на песке состоялся на Кореневском карьере «Люберец». Этот сравнительно молодой вид соревнований с каждым годом обретает все больше поклонников. Тему продолжит наш корреспондент. Золотистый песок пляжа Кореневского карьера в этом году встретил более 80 самбистов всех муниципалитетов Подмосковья. Сегодня у нас собрались сильнейшие самбисты Московской области. И данные соревнования являются отбором в сборную Московской области для участия в чемпионате России по пляжному самбо. Вообще первые в России провели соревнования по самбо на песке. В 2017 году это состоялось на пляже Малаховского озера. А с 2018 года регулярно проводим такие соревнования на пляже Кореневского карьера. За плечами мастера спорта Виктора Федулова 20 лет тренировок участия в чемпионатах области и России. В пляжном самбо у него дебют. Свою силу решил сегодня попробовать на пляжном самбо. Дебют у меня в этой категории 88, так как моего веса 79 нету. Решил свою силу попробовать в новой весовой категории для себя. А так посмотрим. Песок покажет сегодня. Борьба в пляжном самбо проводится в положении стоя. Победа присуждается после броска, когда противник в результате проведенных действий падает на песок на любую часть тела, кроме ног. Луиза Игия, Зарян Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова